Иисус Это Иисус Ты царь сильный, ты царь славный, всевозможный Ты царь сильный небо, сердище света Бог страшный, Бог крепкий, защита искала В тебе источник жизни, в тебе покой найдет Ты тот, который вечен, который все восстал Это Иисус Это Иисус Ты царь сильный, ты царь славный, всевозможный Да это Иисус Это Иисус Ты царь сильный, ты царь славный, всевозможный Это Иисус Это Иисус Ты царь сильный, ты царь славный, всевозможный Это Иисус Это Иисус Ты царь сильный, ты царь славный, всевозможный Ты царь сильный, ты царь славный, всевозможный Ты царь сильный, всевозможный Ты царь сильный, ты царь славный, всевозможный Ты царь сильный, ты царь славный, всевозможный Мы превосносим твое имя, Иисус Только твое имя, Иисус Ты царь сильный, ты царь славный, всевозможный Всевозможный Бог, отвечая на молитвы народа своего, в 1991 году открыл двери и дал нам возможность проповедовать Слово Божие в том месте, которое на протяжении многих лет являлось тюрьмою и могилой для многих христиан. Какая радость, какая честь нести Евангелие тем людям, которые никогда не слышали о прощении грехов и безграничной любви нашего Спасителя Мы верим, что Господь призывает нас построить центр для проведения конференций и подготовки миссионеров, которые будут наслаждать церкви по всему миру Дух Святой наполняет наши сердца грандиозным видением И мы уверены, что с Божьей помощью и вашей поддержкой мы сможем изменить ход истории, делая свой вклад сегодня Вы участвуете в Божьей работе в различных частях мира и вместе с нами созидаете Божье Царство на Земле Даниила 11 глава 32 стих Если вы были внимательны и были на прошлом богослужении, то я взял этот текст в основании наших рассуждений В конце этого стиха написано так Люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать Если ты почитаешь Бога, если ты любишь Его всем своим сердцем Если Господь на первом месте в твоей жизни, значит, в период, в котором мы находимся сейчас, ты усилишься Поэтому, когда мы говорим о том, что люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать То, пожалуй, первый момент или сфера, где мы должны быть сильными Это касается нашего характера, нашей целостности, нашей линии поведения Того, как мы себя ведем среди братьев и сестер и не только среди людей в этом мире Друзья мои, я хочу сказать о том, что я покопался в интернете и набрел на некую статистику И я был удивлен, в результате анкетирования на первом месте в списке качеств своего лидера Которые подчиненные больше всего ценят Названо качество честности Спросите у одинокого человека Какое качество, характер он больше всего хотел бы видеть в своем спутнике С которым хотел бы прожить всю свою оставшуюся жизнь И вы услышите Честность Если мы спросим у избирателей, чего ожидают они от своего кандидата, за которого голосуют Они скажут вам Честность Если мы спросим у братьев и сестер, которые в церкви Чего они ожидают от своих лидеров и пасторов Мы узнаем, они также ожидают честности от нас Эти ответы всегда возвращают меня к фундаментальному, базовому понятию нашего характера Оказывается, христианский характер начинается с честности, с правдивости И как один из моих хороших друзей говорит Можно быть ярким и хорошим, талантливым человеком И можно даже массой впечатлить, но при этом быть совершенно никудышным в личных отношениях И иметь ужасный, отвратительный характер Поэтому многие звезды у них так сложно с личной жизнью Они всего себя вкладывают в то, чтобы эффект какой-то произвести При этом совершенно в запустении иногда личное качество, характера Писание говорит нам о том, что мы должны развиваться гармонично И дух, и душа, и тело И Писание очень ясно показывает, что есть дары и призвания, которые приходят от Бога сверху на нас И есть плоды, которые мы выращиваем И это наш характер, и это наши ежедневные поступки и мысли Друзья мои, я хотел бы коснуться именно вот этого момента Потому что честность на самом деле очень важный момент Без которого немыслимо продвижение вперед И сила Божия не сможет действовать в полноте через нас Если внутри нас нет этого фундамента Я хочу открыть вместе с вами Деяния апостолов 5 главу И хочу посмотреть здесь на одну историю, которая в Библии записана Я не так часто слышал проповедников, которые бы проповедовали вот из Деяния апостолов с 5 главы Обычно люди как-то обходят этот текст, потому что здесь такая история, которую как-то сложно даже и людям сказать Давайте будем помнить о том, что это было время, первый век рождения церкви Церковь только что исполнилось силою Святого Духа В той церкви было все правильно В той церкви абсолютно все служения функционировали, работали так, как нужно Церковь была только рождена Вот эта чистота, святость, искренность, атмосфера любви, принятие, семейность Все абсолютно было здесь, в этой церкви И один человек, которого звали Иосия, что в переводе означает сын утешения Он имел участок земли, которым владел Он, видя то, что в церкви есть люди богатые и бедные Видя, что они настолько бедные, что у них нет денег даже, чтобы прокормить свою семью Пошел и продал этот участок И принес деньги к ногам апостолов Положил их и сказал, пожалуйста, возьмите эти деньги и используйте их, чтобы накормить нищих Потому что мы не хотим служить одному Богу, чтобы наша вера была просто внешним проявлением Мы хотим по факту видеть, как эти люди, которые нуждаются, переживают любовь Божию Через то, что мы, у которых есть больше, мы будем помогать им Ну, прям классно, круто просто Поступок достойный уважения И потом пятая глава Написано В церкви была еще одна семья Их звали Анания и Сапфира У них также был участок земли Они увидели, что сделал Иосия И они хотели повторить этот же самый благородный поступок Они договорились между собой, они также выставили на продажу, продали этот участок земли Они принесли деньги и подали это, что это все деньги, которые мы получили за продажу этого участка Но здесь среди апостолов был Петр, который имел связь с Богом и который был чувствителен к Духу Святому И он спросил, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить от цены земли? Чем ты владел? Не твое ли было? И приобретенное продажей не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу Подождите одну минутку Ну и что дальше? А дальше мы читаем, что как только Петр сказал эту фразу Анания упал и умер Прямо в храме или прямо там, где апостолы были, в Доме Божьем Прямо на богослужение Один из их членов, который принес деньги, жертвует, кладет к ногам апостолов Падает, они разговаривают, он падает и мертвый Приходят служители, служба порядка, выносят это тело И вот заходит часа через три Сапфира, жена Не зная ничего, что муж ее уже мертв Заходит И тогда Петр сказал ей Скажи мне, за сколько вы продали землю? Она сказала, да, вот за столько Вот так, как ты говоришь И Петр говорит, что это вы согласились лгать Святому Духу? Что это вы обманываете? Муж и жена А потом говорит следующее Тихонько, тихонько, тихонько Слышишь, шаги Ребята идут Из службы порядка Которые только что похоронили твоего мужа И в этот момент Она падает И умирает Друзья мои, когда я первый раз слышал эту историю Еще в юности моей Я был шокирован Я подумал, ого Бог просто забрал жизнь У целой семьи У мужа И у жены Подождите минутку За что забрал жизнь? Разве Ананя и Сапфира Не доброе дело делали? Разве они не думали о бедных? Разве не их жертвенность, щедрость это была? Что они пошли в свой участок Продали его Принесли эти деньги к ногам апостолов Ну, часть утаили Ну, что тут такого? Ну, разве то, что они сделали Не перевешивает то, что они даже какую-то небольшую часть утаили? Это же совсем немного Ну, утаили, потому что кто знает, что будет в будущем Надо же где-то как-то спрятать себе Это понятно все Но вот они принесли За что? Извините Они умерли сейчас И знаете Я хочу сказать вам следующее Здесь в 11 стихе написано так И великий страх объял всю церковь И всех Слышавших это Я представляю себе, как в тот вечер Возвращались домой И тот же Петр апостол И те же другие апостолы И те люди, которые были И вот они вечером сидят Со своей семьей Делятся новостями О чем они говорят? Они говорят Слышал, что случилось? Слышал, что случилось сегодня? И дети рядышком здесь И папа, и мама говорят Слушайте, а почему это случилось? Почему эти два человека умерли прямо в доме Божьем? Что случилось? Скажите За что? Почему? А потом у них церковь домашняя Люди приходят И в ту неделю Я уверен, они обсуждали только одно Посмотрите Как чувствителен наш Бог К проявлению лжи Я думаю, вот почему в ранней церкви Была святость Божия Знаете, друзья Я попытался для себя объяснить это Каким образом? Почему так сделал Бог? И вот что у меня получилось Я думаю, что Бог В этой ранней церкви Сохранял эту чистоту Сохранял вот эту настоящую искренность И атмосферу правдивости и честности И я думаю, что он настолько сильно Любит церковь Настолько сильно Каждого человека любил и любит сейчас И видел потенциал церкви Что он, пожалуй, не мог позволить Чтобы в самом начале истории церкви Церковь была разорвана Всякими интригами, сплетнями, ложью, клеветой Нечестностью, обманом И всякими-всякими нехорошими вещами Поэтому Бог, видя, что это входит Вроде через пожертвования Через добрые дела Он, видя, что это входит в церковь Он прореагировал очень радикально И безотлагательно Просто забрал жизнь у этой семьи Ба-бах! Они падают мертвыми Только потому, что он не хотел иметь Никакой нечестности в народе своем Подумайте, насколько критически важно Нам с вами говорить правду И дома, и на работе, и в своей церкви И среди людей Если Бог так реагировал И сегодня Он не изменился Он такой же Он просто не реагирует так сегодня Потому что уже в церкви так много лжи Так много всякой полутонов Неправды всякой Что сегодня у нас нет таких случаев Но Бог остался тем же самым Всегда, везде, на всяком месте Говорить истину Я хочу вместе с вами задать вопрос Который вот созвучен с нашей темой А как прийти к этому? Каким образом я могу посвятить себя тому Чтобы стать сильнее В честности В справедливости И в истине Чтобы ответить на этот вопрос Я подумал, что нужно все-таки Наверное, прежде Значит, спросить А по каким причинам вообще мы обманываем? И я написал несколько причин Может быть, у вас этот список будет больше Я подумал о том, что часто это страх Потому что мы боимся, что если люди узнают правду То правда будет неприглядная И в этой правде я не очень красиво выгляжу Или я пропустил что-то Или я виновен в чем-то Чаще, чем мы даже можем представить себе Людьми движет страх В некоторых случаях это выгодно Выгодно сказать неправду Я помню, один из моих друзей Он ехал на мотоцикле И он попал в аварию И вот уже в госпитале В гипсе Во всех этих растяжках К нему приходит следователь И они общаются И следователь, будучи молодым человеком Дает ему совет И говорит Слушайте, вы и так пострадали Слушайте, зачем вам все это? Никто не может установить Там нет никаких видеокамер Но я даю вам совет Скажите, что вы ехали на зеленый свет И все Он говорит И я вдруг поворачиваюсь И думаю Как сильно прогнила наша система И я говорю Упаси меня и сохрани меня Бог Сказать неправду Во что бы мне это не стоило Или что бы Что бы не было бы после этого Но как есть Так есть Я ехал И если я виновен Я выйду с больницы Я буду оплачивать Но я не обману И не сделаю Никакого греха Он говорит Следователь не мог понять Что за принципиальность И зачем это Так вот, друзья мои Почему люди обманывают? В некоторых случаях это выгодно В некоторых случаях Это просто привычка Если мы были в обществе Где часто лгут Если наши родители Мы живем с ними Или жили с ними И мы видели, что они нечестны Мы живем в таком мире Где так много неправды И я хочу сказать следующее Когда мы пришли к Иисусу Помните эти переживания Когда мы возвращались После того Когда помолились Иисус Войди в мое сердце Я хочу новую жизнь начать Жизнь с тобой Хочу жить честно Жить свято Жить по твоим принципам Хочу жить так, как ты хочешь Вспомните После этого В нашей жизни Скорее всего Был целый период Где мы были предельно честны Мы моментально чувствовали Когда мы лгали Как Дух Святой Обличал нас И просто указывал Что ты говоришь неправду И нам было стыдно Наша совесть Работала правильно Но потом мы Видели других людей Потом немного привыкли К этому Потом мы увидели Где-то в церкви Что люди так же Крутятся Обманывают Что оказывается Даже в церкви Есть такие люди Которые привыкли К тому, что Одно говорят А делают другое И постепенно Наш стандарт Опустился Ниже Мы вернулись К тому Чтобы прибавлять Искажать Или чтобы Рассказывать Как-то по-своему Какую-то историю И вот еще раз Давайте посмотрим Апостол Павел Говорит Ефесянам Тот же самый стих Он просит Церковь Он говорит Посему отвергнув ложь Говорите истину Каждый Ближнему своему Потому что Мы члены Друг другу И еще один стих Хочу предложить вам Это записано В Иоанна В 14 главе В 6 стихе Иисус Я думаю о том Что мой Бог Есть истина Мой Бог Есть истина Не то что у Него Есть правда А есть Ну неправда Такого нет Он сам истина Он говорит Я истина Я правда Я состою из правды Он говорит Что всякое слово Которое я скажу Это слово исполнится Нет ни одного слова Которое бы я сказал Которое просто Было бы выпущено Я потом забыл Или я передумал Нет такого Все что Бог не говорит Он исполняет Он всегда Во всяком случае На любом месте Говорит только правду Правду И только правду Вот такому Богу Мы служим Братья и сестры И Он приглашает Меня к такому же Стилю жизни Он говорит Ты мой сын Живи так же как и я Говори всегда На всяком месте В любом случае Правду И только правду Чего бы тебе этого не стоило Говори всегда правду И я мотивирован этим Это то что вдохновляет меня Я думаю Если мой Бог Всегда говорит правду Всегда говорит правду Все в жизни моей Исключено Чтобы я лгал Исключено Я могу не помнить что-то Это бывает Ошибки бывают Могу видеть по-другому Чем видит другой И мы смотрим У нас картины разные Это бывает Но я никогда Не буду Обманывать Никогда Потому что Мой Бог Говорит Истину И вторая вещь Которая мотивирует Меня очень сильно Это понимание Того Что делает Ложь Как сильно Она Разрушает Судьбы Людей Многие из вас Пережили Подобные боли Потому что Кто-то Лгал Обещал И не Выполнял Знаете Я был однажды На одном Детском Богослужении Было полторы тысячи Детей Собрано Там И я стоял В самом конце Я был взрослым Уже И все Значит Богослужение Было в одну тему Тема такая Если даже Тебе пообещали И не выполнили Есть Бог Который Когда пообещает Он выполнит Там была такая сценка Как девочка Ждет папу с работы Потому что Папа сказал Вечером Он придет И он приведет с ней время Она ждала 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 И уснула Одетой Потому что Папа так и не пришел А наутро Она пыталась Папу поднять А папа видимо Был пьяным Он никак Что-то там Ее оттолкнул Там вообще Такой весь Раздраженный Был И эта девочка С такими слезами Отошла Папа Я ждала тебя Вчера И вот эти обещания Отца Повторялись Много раз И ни разу Не были выполнены И потом Ее разбитое Детское сердечко Она Заливается слезами А потом вырастает И уже видно Что она подросточек Она смотрит 13-14 Вслед дядей Которые конфету ей дали Или уже не конфету Может быть Цветочек подарили В 15-16 Сказала Ты такая прекрасная Ты такая красивая Ты такая вообще Супер И она уже флиртует Где-то в свои 15-16 лет Почему? Она отчаянно Ищет Чего? Она ищет любви Она ищет Она ищет Того Что если Сказал То сделай Она папу хочет Друзья мои Дух Божий Сегодня здесь Я хочу сказать Что так много Разрушенных Отношений Потому что Допустим В бизнесе Партнер твой Сказал Вы вместе Договаривались Хорошо Ты занимайся Контактами А я Деньгами Я буду вести Бухгалтерию Спустя несколько лет Вы обнаружили Что вам он лгал Что он воровал деньги Все Доверие Разрушено Спустя какое-то время Жены узнают Что их мужья Имеют любовниц Спустя какое-то время Мужья Значит Узнают Что жены Имеют на стороне Какие-то контакты Спустя какое-то время Телефон Вдруг Кто-то забыл А потом оказывается Что там звонит Какая-то там Или девушка Или парень какой-то А кто это? Милые голосочки Такие Друзья Семьи Разрушаются Вам кто-нибудь Когда-нибудь Лгал прямо в лицо Было так или нет? А что у вас После этого С доверием К этому человеку? Вы так же доверяете ему? У меня оно Сразу валится Сразу валится У меня все Я не могу ничего делать С этим человеком Когда я понимаю Что он просто обманывал Что он просто Играл со мной И все Друзья мои Я знаю Что серьезные перемены Происходят только тогда Когда мы решаемся На эти перемены Все перемены В моей жизни Не были просто так Спонтанно Бог помогал мне Помните Начни и делать Начни и делай Бог будет с тобой Но они были только тогда Когда я лично Принимал решение Когда я был намерен Что-то изменить Когда я понимал Важность того Что это нужно Когда я говорил Сам себе Например Все я буду подниматься Вот Во столько-то Я вот это буду делать Или я вот это Не буду делать Я вот так буду вести себя Вот так я не буду вести себя И я прилагал к этому Все свое старание Не всегда получалось Но потом у меня были Настоящие перемены В жизни и в характере Поэтому я думаю Что Там мысль о том Что Бог наш Никогда Нигде Не говорит ложь Он всегда Везде Говорит Только истину Эта мысль меня Сильно мотивирует И мысль вторая Я не хочу Быть причиной Или поводом Разрушения Чьей-то жизни Поэтому я всегда На всяком месте Чего бы мне это не стоило Буду Говорить Правду Я служу Такому Богу Который является Истинным Богом Я его сын И я хочу быть истинным Это основа Моего характера Честность И правдивость Видел ли ты Когда-нибудь Человека Который знал Что он виновен Ожидал наказания И совершенно неожиданно Был прощен И по милости Не наказан Знаешь Этим человеком Можешь быть сегодня ты Потому что Библия говорит Что все мы согрешили И лишены славы Божией Но его любовь Настолько сильна И велика Что он протягивает руку Сквозь все наши грехи Наши ошибки Наши глупости Сквозь наше зло И говорит Я нахожу что-то доброе В каждом И он сегодня Смотрит на тебя И говорит Я прощаю Если принимаешь Если призываешь Если веришь От всего сердца Прощаю И принимаю Пусть в твоей жизни Произойдет Это чудо Возрождение И прощение Ты примешь Всем своим сердцем Прими Иисуса Христа И он благословит Твою жизнь